Это событие молодежь называет поистине историческим. Сегодня дан старт по созданию единой организации, которая будет решать проблемы молодежи. Поэтому здесь самые инициативные лидеры молодежных объединений. Имя для будущей организации еще только выбирают, но уже известно, что она станет своеобразным мостом между властью и молодежью. Скажу тогда по секрету, по большому счету мы будем, конечно, здесь еще и отсматривать будущих лидеров. Будем формировать кадры лидеров из этих лидеров. По большому счету это будет такой социальный лифт для молодежи. Те, кто себя проявляет, будут предлагаться в том числе и какие-то должности, в том числе можно быть в правительстве, может быть в каких-то других структурах. Таких организаций пока нет ни в одном субъекте Российской Федерации, отметил глава Бурятии. Вячеслав Наговицын постарался выслушать всех. Например, представитель КВНа Бурятии Чингис Болотов говорил о том, что артистам хотелось бы выступать на хороших сценах, но высокая арендная плата этого не позволяет. Мы заполнили полный зал и, к сожалению, все эти деньги вынуждены мы будем отдать за аренду зала. Речи о развитии какого-то творчества не может быть идти вообще, потому что, к сожалению, мы вынуждены занимать площадки очень неправильные. Но возникает такой вопрос, почему молодежь постоянно должна собираться в ночных клубах? Общими проблемами молодежи и будет заниматься новая организация. Стать ее членом сможет любой желающий, главное себя заявить. Затем выберут ее лидера, который, кстати, будет официально вхож во властные кабинеты. Стимулировать его работу намерены при помощи заработной платы. Мой личный интерес очень большой. Я сам работал в комсомоле и знаю, что лучше кузницы кадра комсомола просто не было. И если это поддерживать, у нас всегда будет хорошая кадровая политика, у нас всегда будут на виду самые активные люди, и мы никогда не будем испытывать кадрового голода. Дарья Белоусова, Евгений Павлов, Новости дня.